Она была красивая, добрая сердце. Я возьму одну розу для моей красавицы. Нет, ты мне не нравишься. Мне нравится красавица. Привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется красавица и чудовище. Вот красавица, красавица и чудовище. Чудовище, красавица и чудовище. Жил-был богатый купец, и было у него три дочери, но все дочери были красивые, но младшая была самая красивая, поэтому её звали красавица. Вот она, красавица. Отец любил красавицу очень сильно, но её любил не только отец, все люди любили красавицу, потому что она была красивая и у неё было доброе сердце. Но однажды отец обанкротился, да? Он стал банкрот, его деньги закончились, поэтому семья переехала из города в деревню. Потому что в городе жить очень дорого, а в деревне жить дёшево, поэтому, когда они переехали в деревню, красавица, она работала очень сильно, и все люди в деревне говорили, какая она молодец! А её сёстры не любили работать руками, но отец не хотел, чтобы семья всегда жила в деревне, поэтому он поехал в путешествие, и он объехал весь мир, потому что он хочет, чтобы семья снова стала богатой. Да? Много денег богатой. И вот однажды отец приехал к большому красивому дворцу, и в этом дворце он нашёл стол, и на столе было много еды, много вина, много фруктов, но никого не было, да? Купец говорит, эй, здесь есть кто-нибудь, но никто не отвечал, поэтому он подумал, хорошо, я буду есть. Он сел и начал есть, и он ел, он ел фрукты, он ел мясо, он всё ел, пил вино, и когда он наелся и напился, он пошёл в сад. А сад был тоже очень красивый, в саду было много цветов, самых экзотических, но он увидел красивые красные розы. И тогда он подумал, я возьму одну розу для моей красавицы. И когда он взял розу, вдруг появилось огромное чудовище. И это чудовище говорит, ты пришёл ко мне в замок, ты ел мою еду, пил моё вино, я ничего не сказал. Но когда ты взял мою розу, это очень плохо, и я очень злой. Теперь я возьму твою красавицу. Отец говорил, пожалуйста, не бери мою красавицу, возьми меня. Но чудовище сказала, нет, ты мне не нравишься. Мне нравится красавица. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. By the way, guys, if you enjoy these stories, and you want to try to learn Russian with these stories on a higher level, you can check out our group classes. Yes, I open my group classes, where we have up to four students, we go together through the story, we're asking questions, and it's a lot of fun, it's a limited grammar, and it's really, really cool. So, if you want to check it out, you can check the link below the video, and there you will see when the next course will be opened. Бедный отец вернулся назад к себе домой, и дочери его встречают. Они говорят, папа, папа, мы тебя рады видеть. А папа грустный, они такие, что случилось? Он говорит, красавица, теперь ты должна ехать в замок к чудовищу, потому что я взял его розу. Но красавица говорит, все будет хорошо, папа, не переживай. Красавица приехала во дворец к чудовищу, и сначала красавица подумала, что чудовище злое, да? Злое. Но когда она начала вместе, вместе жить, есть, гулять с этим чудовищем, то она поняла, что сердце у чудовища не злое, оно очень доброе, очень хорошее, да? И красавица и чудовище стали друзьями. А чудовище очень сильно полюбило красавицу. Красавице нравилось жить во дворце, но она скучала, да? Скучала по своей семье, по её отцу. И однажды красавица увидела в зеркале, да? Это зеркало увидела своего отца, купца. И он болел, он такой... И она очень сильно переживала за него. Тогда чудовище говорит, хорошо, иди к своей семье, увидь своего отца, но помни, ты должна вернуться через одну неделю. Если ты не вернёшься, то я умру от горя. Поэтому красавица сказала, всё-всё-всё хорошо, я вернусь, не переживай. И когда она поехала, он дал ей чудовище, дала ей зеркальце маленькое и кольцо, кольцо. Зеркальце нужно для того, чтобы когда она подумала о чудовище, она могла посмотреть в зеркальце и увидеть чудовище, как оно живёт во дворце. А кольцо нужно для того, что когда красавица захочет поехать назад во дворец, она может его надеть и телепортироваться во дворец. Да, это магия. Красавица вернулась назад к семье, и она была так рада видеть её папу, её сестёр и очень было хорошо. И после семи дней она решила возвращаться назад. Но сёстры, они не хотели, чтобы красавица возвращалась. Они хотели, чтобы она осталась дома, потому что они завидовали. Да, они завидовали, что красавица красиво одета, живёт во дворце. Им это не нравилось. И они сказали, пожалуйста, красавица, мы тебя любим. Останься ещё на один день. И красавица осталась. На следующий день красавица чувствовала себя плохо. Да, она думала о чудовище. Она, почему не надо было ехать? И она тогда посмотрела в зеркальце, и она увидела, что чудовище лежит в саду почти мёртвое. И она была очень грустная. Она быстро взяла кольцо на тело и телепортировалась в сад к чудовищу. Она подошла к нему, и она сказала, прости меня, прости меня, моё милое чудовище. Не умирай, пожалуйста, пожалуйста. Я люблю тебя. И она обняла чудовище. И в этот момент, когда она сказала эти волшебные слова, я люблю тебя, чудовище превратилось в прекрасного принца. И красавица сказала, что такое, кто ты? А принц сказал, это я, чудовище. Но почему ты был такой страшный? Он сказал, ну волшебница, она меня заколдовала, потому что я был нехороший принц. Но она сказала, что только тот, кто сможет меня полюбить таким, какой я есть, чудовищем, сможет расколдовать эти чары. И я снова смогу стать принцем. И стали они жить долго и счастливо. Конец. Хорошо, ребята, спасибо за слушать эту историю. Я надеюсь, что вам понравилось. И если вы хотите видеть больше видео, то пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И если вы хотите получить transcript для этого видео и отдельно audio files, чтобы практиковать это в ваш любимый подказатель, то можете посмотреть на мой канал Patreon. Там мы не только это, но и мы также проводим monthly events. У нас есть отдельные каналы в нашем Discord сервере, где мы общаемся каждый день, общаемся в связи с тем, чтобы участвовать в том, чтобы участвовать русском. Хорошо, это все. Покажи свой день. Покажи русский. Пока-пока!